Добрый день, мои дорогие! С вами я, Инесса Котельник, психолог, психотерапевт, тренер и фасилитатор международных проектов и основатель школы Международной школы психологии «Лидер». Сегодня мне хотелось бы вас познакомить с одной простой, но достаточно эффективной методикой для того, чтобы в вашей жизни наступило больше комфортно, для того, чтобы вы почувствовали себя более продуктивными, для того, чтобы снизить напряжение нейротичности и освободить какое-то количество времени для занятия спортом, для похода в горы, для отдыха, для семейных каких-то развлечений. И точно я вас уверяю, что эта методика вам позволит это сделать, если вы будете заниматься своим временем и распределением задач по тем категориям, о которых я скажу ниже. Итак, методика достаточно известная, и многие менеджеры, многие директора ею пользуются, и, возможно, кто-то из вас уже использовал в своей жизни эту методику. Я часто прибегаю к ней, когда ощущение навалившихся кучи дел мешает качеству жизни, ухудшает эффективность, и я тогда беру эту самую матрицу из Инхауэра и использую ее в своей жизни. Что вам понадобится для того, чтобы вы смогли пользоваться этой методикой? Вам нужно будет взять два листа обычной белой бумаги А4 формата и сделать три шага. Шаг первый. Вы берете и на первом листе А4 формата выписываете абсолютно все задачи, дела, проблемы, все, что вам нужно решить. Вот просто берете и пишете такой шорт-лист, лист ожидания, лист задач, лист планов, все, что вам нужно, необходимо было сделать позавчера, в прошлом месяце, в ближайшую неделю, в ближайшие три дня, вот все, весь спектр задач, которые вам нужно выполнить. При этом спектр задач может быть достаточно и должен быть достаточно широкий. Сюда входит, например, оплата телефона, заправка машины маслом и бензином, отвезти ребенка, заплатить за садик, купить хлеб, позвонить маме, купить билеты, какой-то тур туристический. Вот все, все, все абсолютно. И, конечно же, сюда важно выключить все рабочие моменты, чтобы не удерживать все это в голове. Итак, вы берете лист А4 формата и просто пишете в строчечках абсолютно все задачи, которые вам нужно выполнить. Если вам одного листа будет недостаточно, конечно же, вы пишете, берете себе бумаги столько, сколько необходимо. Можно напечатать на компьютере, можно, безусловно, абсолютно не возбраняется. Мозг точно так же фиксирует, делая задачи, которые мы пишем от руки, так точно, когда мы набираем на клавиатуре, для мозга это абсолютно идентичные функции. Итак, шаг первый выполнен, переходим к шагу второму. Шаг второй. Вам нужно взять следующий белый лист бумаги и расчертить его на четыре части. Просто вы берете маркер любого цвета, какой вам больше нравится, и чертите буквально пересекающиеся две линии. И дальше вы подписываете каждый квадрат, вот вверху вы пишете срочные и несрочные, вертикально вы пишете важные и неважные. И таким образом у вас получается четыре квадранта. Вверху вы пишете срочные и несрочные, по вертикали вы пишете важные и неважные. Таким образом у нас образуются четыре квадранта. Квадрант А, квадрант Б, квадрант С и квадрант Д. Я сейчас вам буду зачитывать непосредственно, ну, не зачитывать, задиктовывать, проговаривать, что необходимо, какая информация необходима, чтобы размещалась в каждом из этих квадрантов. Далее, что вы делаете? Шаг третий. Из шот-листа, из того списка важных дел, которые вам нужно выполнить, в квадрант А вы переносите все дела, которые нужно было выполнить еще позавчера. То есть в идеале, в квадрате А вообще не должно находиться никаких дел. Потому что это то, что нужно было сделать, то, что давит на голову, там, где у нас уже обрал, там, где все сразу навалилось, там, где мы не успеваем. И это дела из этого квадранта у нас, в принципе, отбирают силы, энергии, качества. И, как правило, удовольствие это все не доставляет, потому что это сплошная невротизация. Поэтому, еще раз повторю, нужно выстраивать свою деятельность таким образом, чтобы в квадранте А, в квадранте важные и срочные дела, было пусто. Либо вы заполняете эти дела, когда вам нужно туда, например, внести какие-то срочные показатели. Дела невыполненные, но которые вы можете делегировать кому-то. Например, дать своему заместителю, поручить ребенку заплатить за квартиру, попросить жену скупиться сегодня, потому что не можете. Либо позвонить любимому мужу и попросить его тоже скупиться, либо выполнить какую-то другую очень важную функцию, потому что вас нет на это время. И если вы это не сделаете, то у вас точно освободится куча свободного времени для выполнения каких-то других важных дел. Вас это разгрузит. Такой способ делегирования нужно и важно использовать всегда, в принципе, как в личной жизни, так и в каких-то рабочих моментах. Сюда же, в этот квадрант, нужно внести дела, которые касаются здоровья вас и ваших близких. Потому что тема здоровья, она самая актуальная и самая важная. Все мы с вами знаем, что когда здоровье страдает, когда его становится меньше, то, в принципе, уже ничего не важно, ничего не радует. Поэтому все дела, касающиеся здоровья, мы вписываем в квадрант А и занимаемся ими в первую очередь, если, конечно же, это не запланировано на через две недели, например. Окей. С квадранта А, мне кажется, все понятно. Переходим к следующему квадранту, который называется у нас важный, но не срочный. То есть это объем задач и дел, которые нужно сделать, которые влияют каким-то образом на нашу жизнь, которые составляют зачастую, ну, такую достаточно весомую часть нашей занятости. Это какие-то планы, задачи, графики, встречи, текущие дела, связанные с непосредственной деятельностью, с работой, с функциональными обязанностями, с обязанностями перед близкими, родными, семьей и, конечно же, перед самим собой. Сюда входят рабочие графики, спортивные занятия, деловые встречи, переговоры, непосредственно функции и рабочие моменты, которые вы выполняете ежедневно. То есть это важные дела, но которые делать не срочно, то, что мы часто называем текучком. Думаю, с этим квадрантом тоже все понятно. То есть это обычная, рутинная жизнь, но которая не переходит в разряд стрессующий, стрессогенный и невротизирующий. Потому что если такие ощущения в теле уже появились, то, скорее всего, здесь уже накопились какие-то дела из квадранта А, и вам нужно пересмотреть, что же происходит, какие из задач вы уже не успеваете сделать, начинается тот самый аврал. Итак, с квадратом Б тоже все понятно. Переходим к следующему квадранту. Квадрант С у нас относится к категории срочно, но неважно. Эти дела, как правило, нам навязывают какие-то близкие и знакомые, либо это чьи-то задачи, чьи-то дела, чьи-то просьбы и так далее и тому подобное. Ну, например, позвонила мама или бабушка, или папа, или кто-то, и попросила заехать в магазин и скупиться, сделать какие-то продукты. Причем с силы того, что она выпекать начала торт, ей нужно масло для крема буквально в ближайший час. Понятно, что в ваши планы это не входило. Если вы не выполните мамину просьбу, ну или бабушке, ну или просьбу жены, или просьбу там еще кого-то близкой подруги, она, возможно, обидится, потому что это ее способ коммуникации с миром. Но вам нужно здесь понимать, что вы не несете ответственность за поступки, действия какого-то другого человека. И если эта функция, если это действие вас очень сильно отвлекает, если вас точно нет на это времени, то лучше научиться говорить «нет», лучше научиться корректно, а иной раз и некорректно просто поставить человека на место, чтобы не превращать свою жизнь в кошмар и ужас, во благо тому, что кто-то вздумалось подкорректировать срочным образом вашу жизнь, вашу деятельность под свои планы. Таким образом, в квадрате С вы выписываете все дела, которые являются в принципе делами-поглотителями. Поглотителями вашего личного, вашего рабочего времени, вашего личного пространства, но очень мало таким образом относятся непосредственно к вашей жизни. Итак, срочные, но не важные дела, мы в принципе можем о них не помнить, а иногда вспоминать, как о тех делах, которые, когда у нас появится свободная минутка, когда у нас появится желание, то мы, конечно же, сможем позвонить подруге, маме, сестре, кому-то еще, брату, и спросить, могу ли я тебе чем-то помочь, или нуждаешься ты ли в моей поддержке, либо что-то могу ли я тебе сделать, потому что у меня есть на это и время, и желание, и я точно готова сегодня этим заняться. Итак, с этим Конрантом, мне кажется, тоже уже стало все понятно, переходим к следующему. Это дела, которые не срочные и не важные. Эти дела, которые, по большому счету, на сегодняшний день, они не актуальны, и они точно могут подождать. Если это касается каких-то рабочих моментов, то это запланированные встречи, запланированные графики, запланированные отчеты, и они ждут своего времени, там есть дедлайн, то есть там есть дата прописанная, когда вам нужно сдать отчет, и вы спокойненько себе готовите, подготавливаете отчет, а в несрочных и важных стоит запланированное выполнение пошагов.